Ты познал дай вечер, вечер, колдовство твой, проклятый дар. Дикий, долгий, ночной угар, лютый ненавистик пожар. Притас Амигос продолжается, продолжается. Ведьмак, всё, иду сдавать квест на поиск этих чертежей для доспехов. Наконец-то уже поднадоело самому их искать. Школу Грифона чертежей я искать не буду, потому что... Ну, школа Грифона в этой игре, это местный Хогвартс. Ну, потому что в школе Грифона учат в основном ведьмачью магию. А я ей настолько не пользуюсь, что даже знаки-то и не прокачивал. Вот, значит, пока... А, всё, я пришёл. Ладно, хотел рассказать, почему серии так рваны выходят. Их светлость соизволили нанять ведьмака для расследования убийств. Да, это я, это я. А второй ему стоит и подпёздывает. Вы слышали? Он говорит, ведьмака наняли. А то, говорит, сейчас ему жопу мёдом намажу. Стоит что-то руками там размахивать, дебил. Стрижки и прически по последней моде Коверского двора. Жан-Луи Людовик. Стрижки и прически по последней моде Севера с Южным Лоском. Продолжайте. Продолжайте, оратор. Всё. Что-то тут собрались на меня, побубнили. Я пальцами щёлкнул, они все сдриснули. Вон только Робин Гуд в шляпе готов бой принять. Видите, он стоит, стреляет. Воображаемыми стрелами. Честно, у каждого второго только виной барышни в голове. Так-то. А чё ещё ваше время должно быть? Турниры и драконы? Приветствую. Надеюсь, поиски продвигаются? Да. Мне удалось кое-что найти. Прекрасно. Я сделаю копию. Наконец-то я получу звание Великого Мастера. Какую копию броню мне сделай? Спасибо тебе, ведьмак. И всё. То есть ему даже все не нужны. Кое-что нашёл, ему достаточно. 500 крандосов. Отлично. Чё ещё он дал? А больше ничего. Так, давайте мы чё-то загоним. Короче, почему серии так выходят? Да, то по несколько в день, то по ни одной. Дело в том, что очень трудно рассчитать время выхода серии из-за пятичасовой заливки каждой серии на YouTube. 4-5 часов видео заливается. Не потому что у меня интернет говно, а потому что роутер у меня, видимо, говно. Я не знаю почему, но заливка вот стала просто дикой. Поэтому если среди вас есть шарящий sysadmin, не знаю, или какой-нибудь там просто крутой админ, свяжитесь со мной там как-нибудь через личные сообщения или что, я не знаю. Потому что, ну, виноват 100% роутер. Скорость интернет у меня 100 мегабит. Всё, даже через роутер фильмы качаются, всё хорошо. Но, сука, на YouTube, когда что-то начинаешь заливать, это просто вообще такая импотенция наступает у этого роутера, что просто печаль голимая, вот, короче. Так, ничего у него бабла, смотрите, 15 тысяч, может ему это навешать, да, обобрать? А чё? Дело-то такое. Да, я, блядь, помню, как крафтить арбалет школы кота. Да нахер он нужен? Арбалет вашей школы кота. Так, скиргаская, военная кожаная куртка. О, гроссмейстерский дошпех школы кота. Это чё такое, укреплённая шкура драконита? Купить 782? Ебать! Плащтина обогащённого двимерита стоит, сука, 4500 на эту обосранную, блядь, обосранную куртку. 22% силы атаки, сопротивляемость, 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 мощь квена. Ну, блядь, мощь квена плюс 0%. Школа медведя, такая же херня нужна. Ну, школа медведя, я просто манал, дублет просто, царский стрелец, сука. Доспех Хаэль, Хаэль Гитлер, надо было написать ещё. А, Хиаль. Какая в жопу разница. Так, а я не могу скрафтить обогащённую двимеритом, блядь, пластину? Ну, где тут ресурсы-то крафтятся внизу, что ли? Вообще жесть. Обогащённая двимеритовая пластина. Пластина обогащённой двимеритовой. Вот она, блядь. Два слитка надо. Слиток двимерита, вот он. 142 кроны стоит скрафтить это говнецо? А, это ещё не та, блядь. А, слиток обогащённого двимеритом не надо. Ха-ха-ха. А где мне его выебать-то? Прости, господи. Вообще не понял. Ни хера. Надо было двимеритовые-то порыть, всякие собирать да ломать. Говорят, что украшения выгоднее ломать и продавать камни. Не знаю, насекока это правда? О, жемчужины повываливались. А это что за куча тряпок, я не понял. Ночная рубашка. А, необходимый для задания. Оставлю на память. А, вот, смотрите. Тупая метеоритная секира. Получается, метеоритная руда. Слиток стали. Бля, просто деньги мои перекочёвывают к нему в карман. Ёпте. 5 тысяч. Сука, я ему квест такой сделал, чтобы он, блядь, мастером стал. А он мне, сука, тут цены заломует. Вот проститутка, блядь, баклерская или кто-то там. Тусынская. Тусынский шакал. Так, ладно, а мантикора-то что даёт? С этим понятно, я умом уделал. Школа волка. Ну, школа волка, я просто... Нищая жилетка какая-то, блядь. Кота, змейка. О, вот он, доспех школы мантикора. Он как гроссмейстерский доспех. Тоже сорокового, блядь, левела. Тоже надо эти ёбаные двумерские пластинки. Только теперь уже две. Токсичность плюс 10. Что за параметр токсичность? Сопротивляемость этому, сопротивляемость тому. О, 25 урон при критударе. Хорошо, вот это хорошо. Так, а по мечам что у нас? А, мечи, наверное, этот хер не крафтит. Перчатки, блядь. Ну, давай, скажи, что на перчатки вот тоже надо эту... Конечно, блядь. Вон она, нахуй. 700, сука. 2200, блядь. Что за дополнение такое? Вот столько денег здесь надо на него. Просто какие-то цифры, блядь, космические вообще, нахуй. У Супермена... Блядь, у Брюса Уэйна столько денег нету. Вот, ебать. Они, чтобы... Реально, чтобы скрафтить, блядь, Грессмейстерский доспех, Брюс Уэйн должен скинуться, блядь. Сброситься баблом с этим, с Тони Старком, нахуй. Продать все свои имения, компании, блядь. И то, наверное, не хватит еще. Побираться пойдут. Ебать, блядь, вообще. Ой, блядь, меч-то вообще. О, нихуя урон. 20% опыта за смертельный удар. Модификатор шанс отрубить конечность. Вызвать кровотечение. Шанс крит удара плюс 10%. Вау. Ну, тут надо вот 2 200 только вложиться баблом. И все, можно купить. Только, блядь, руны повыпадают из моего старого меча. Так, а где школы мантикора и мечи? Волк, грифон, кота, медведя, блядь. Волк, грифон, опять, опять. Вау, мантикора, серебряный меч. 576 тоже. О, а этот можно сделать, смотри, нихуя. 250 пробития доспеха. Дополнительный урон прикрыт ударе. 50% прикрыт ударе дамага, блядь. Да ладно. Шанс крита нахуй 5%. Шанс вызвать кровотечение на 10% меньше. Ммм, да. А что это за слиток демерита, рубин, какой-то мозг чудовище? 500, блядь, за крафт, сука, чтобы у тебя хуй не стоял. Ладно, давай. Надеюсь, ты сдохнешь. Где-нибудь на моей дороге я залутаю твой труп, скотина. Так, а обычный меч? Мантикора, естественно, тоже, потому что, блядь, опять тут эта руда ебаная какая-то, нахуй. Я ебу, это рудар, наверное, блядь, из капсулы, в которой Супермен на планету ебнулся. Просто вообще, ну, блядь, вообще. Кризис, блядь, в России, они там, поляки, цены такие мутят. Без матюков вообще невозможно на это смотреть. Стальной меч Мантикоры нужна какая-то, блядь, рубиновая пыль. Рубиновая пыль. А что за меч на 250 пробития доспеха? Что на 250 пробития? Блядь, это мечи, вот реально против рыцарей драться. А нахуй мне серебряный меч с пробитием доспеха? Если я серебряным мечом не рублю никого, у кого доспехи вообще есть. Залупа какая-то, развоняк. Дополнительный урон при критии есть зато. Ой, блядь, рубиновая пыль. Так, мне для этого надо рубин раздолбать. У меня есть рубин? Это что такое? О, смотрите. Не, мне достаточно вот одну хрясь. И все, блядь, и не надо платить там 500. Придумали тоже, ничего себе, блядь. А как-то быстрее можно это говно перематывать? У-ху-ху, блядь. Ух ты, блядь. Руны крафтятся, ничего себе. Квена, не квена. Вот он, стальной меч, мантикуры. Давай берем. Так, а руны где можно вставлять? Руны он вроде через инвентарь. Залепи нахер свою дуу. Руны он через инвентарь, по-моему, да, может втыкать? Или что? Школа мантикоры. Стальной меч, школа змеи. По урону, слушайте, он школу змеи ненамного, блядь. Ну тут вон и какой-то меч, блядь. 75 на крит удар, бля, вообще. Так. Давайте я, нахуй, за кадром уже все это доделаю, потому что долго. Походу это долго. Ой, короче, не стал я зачаровать этот мощный меч школы, блядь, серебряный меч школы мантикоры, потому что увидел, что у мечей еще и бонус есть от комплекта. То есть у меня комплект кота почти полный, а вот это говно почти, почти не полное. И короче, и короче, дело к ночи, что нахрен это будет порожняк полный, если, блядь, я буду одет в школу кота, а мечи у меня будут обе из мантикоры. Я поставил пока меч этот стальной мантикоровый, потому что у него пробой дамага, я регулярно дерусь как раз с мудаками, накрывать где-то броня, не знаю. Короче, бля, вообще, я в шоке. Мало того, что они влупили мне цену на ремонт этого долбаного поместья, да, этого сарая, который нахрен мне не вперлась, так еще и, сука, я деньги туда отнес, они мне еще и зоокрафт, блядь, влупили, придумали какие-то новые детали, блядь, какая-то там суперруда, блядь, или как она, зачарованная, или хреново пойми какая. И все это, сука, стоит безумного бабла, или я даже не знаю, где ее альтернативно можно найти хотя бы. Бля, опять этот артиспорт, ёпт твою мать. Мой любимый, блядь, враг. Который на плоту почему-то нападает. Че, блядь, за урон-то 60? Охуеть вообще. Просто ебанит, еда, иди нахуй, короче, пошляйте эту пизду. Плотва тоже ебанашка, я и свистнул, блядь, она нигде, блядь, больше не догадалась появиться, кроме как в толпе этих ебаных растений. Ну не ебанутое, блядь, животное, а? Все, у ведьмака, блядь, свисток даже сломался. Не призвать ее, блядь. Блядь, я просто вообще не понимаю, как с этими ебаными травами драться надо. О, да мне уже, блядь, до квеста будет ближе, чем до лошади. Здесь тоже доска объявлений, блеск. От этой бестии ведьмак лучшее средство. Княжеская гвардия извещает, в связи с проведением рыцарского турнира, приезжих просим не провоцировать странствующих рыцарей на поединке. Не подчиневшиеся будут сурово наказаны. Заместитель командующего княжеской гвардии Гораций де Финес. Луи, епте, де Финес. Ищем даму в беде. Ищу даму в беде. В беде? В беде. Я, начинающий странствующий рыцарь, хотел бы прославиться каким-нибудь благородным деянием. Если кто-нибудь знает что-нибудь насчет женщины, с которой случилось несчастье, пусть мне сообщат. Лучше всего, чтобы она страдала в башне, куда бы ее заточил великан. Ну да, и волосы тебе сбрашивала, да, и чтобы ее Рапунцель звали придурок. Ну и чтобы ей было не больше 20 весен, потому что мне и самому как раз столько. Ага, ну и стан, чтобы у нее был гибкий. Это Али Осина, Эркюль де Ле Массе. Примерно такого же содержания объявления пишут начинающие летсплейщики. Здравствуйте, я начинающий летсплейщик, и все должны охуеть от этой новости. Ищу игроков в Гвинт. Поскольку граф Монье уничтожает игру в Гвинт, я решил строить турнир. Он будет не такой представительный, как турнир Монье, потому что у меня нет столько денег, сколько у этого стервица. Могу только... Посмотрим, что уничтожает игру. Могу только заверить, что в отличие от Монье, мы будем играть настоящий Гвинт, без этого сраного Скеллиги Яки Рафиберг. А, без этого сраного Скеллиги. Хуй, значит, что он имел... Нихуя не понимаю про этот... А, колода Скеллиги, наверное. Еще оруженосца. Шустрого паренька, привычного к коням. Возьму к себе оруженосцем. Я опытный рыцарь, и всякий, кто начнет у меня службу, научится не только рыцарскому ремеслу, но также наберется опыта и светских манер. Габриэль де Пастернак. Ты посмотри. Франсуа де Валер, я тебя вызываю. Ничтожный, ни на что не годный виршеплет. Я считал твой паксвель на мою теорию стихосложения и вызываю тебя на литературный поединок. Если у тебя осталось хоть хотя бы крупица достоинства и отваги, приходи в резиденцию госпожи Арианы и на ближайшую встречу приготовь три стиха. Мы будем читать их попеременно, а люди пера пусть решат, за кем из нас правда. Без уважения и подписи, ты хорошо знаешь, кто написал это послание. ВЕРСУС. Это, блядь, древний ВЕРСУС. Винодельня Ортенс закрыта до особого распоряжения. Во время нападения зловредных тварей, напоминающих огромных многоножек, владелец винодельни Ортенс получил серьезные раны. В связи с угрозой винодельня закрыта до особого распоряжения. Приносим извинения. Это, пожалуйста. Кстати, а что у меня серебряный меч дает, если у меня 6 шмоток? Атаки в спину наносят на 50% больше урона. Углушает. Да, в спину хуй кого ударишь, ёптать. Бред какой-то. Дикая природа Тусента скрывает в себе множество тайн. Среди живописных лугов и первобытных пущ живет один из опаснейших видов многоножек, известных по ту сторону Ярус. Это круче, чем картины эти. Моножка Танерская, как ее называют, с гордостью демонстрирует свой красочный хитиновый панцирь. Откуда у тебя такие кошачьи? Где его дочка-то? Как самцы, так и самки-стоножки Баклерской являются грозными хищниками. Хотя обыкновенно они охотятся группами, автору этого выдающегося произведения удалось запечатлеть одиночку, приготовившуюся к нападению. Стоит также обратить внимание на охотника, который, хотя безусловно сознает грозящую ему опасность, с каменным лицом выжидает момента подходящего для рыбы. А как он селфи-то сделал? О, Геральт, вот и ты. Чудесно, прошу. А, у него на руке еще оптика была. Ха, блядь. Как мне рад, что ты пришел. У меня для тебя маленький подарок и никаких отказов. Я нищеброд, какие отказы. Ты можешь ее продать, но я буду счастлив, если ты повесишь ее в своем доме. Спасибо. И все. Твои стражники рассказали мне о Кларисе. Жаль, что с ней так вышло. Спасибо. Эти слова много для меня значат. Как у нее сейчас дела? Наверное, ждет, не дождется, когда ты вернешься. Ха-ха-ха. Скорее, когда я привезу ей подарки. Две картины я уже выслал, чтобы ей не пришлось ждать слишком долго. На обратном пути, я думаю, заглянуть в Долблатану. Говорят, там можно встретить Сильванов. Да, одного я даже знаю. Его зовут Торг. Он бывает вредным, но за соответствующую плату согласиться на все, о чем ты попросишь. Это из книги. Вот ты отлично. Спасибо за подсказку. Козлоногий как сатир. Вредный пиздюк, который бросался в них камнями. В Лютика и в Геральта, насколько я помню. Ну, че, блядь, про выставку слушателей? Сколько народу. У тебя тут много друзей. И все, кажется, в восторге от твоих картин. Ох, если у тебя столько денег, сколько у меня, друзья липнут к тебе, как пчелы к меду. И восхваляют до небес все, что ты делаешь. Так ты поделись. У тебя пчелка убавится, у меня друзей прибавится. Жицы и подлизы. Но, боюсь, большинство из них таковы. Тогда зачем ты с ними общаешься? Я делец, и дела торговые должны быть для меня превыше собственных чувств и симпатии. Кроме того... Да. Порой я выставляю откровенно неудачную картину только за тем, чтобы послушать, как люди лезут из кожи вон, лишь бы найти нужные слова и похвалить ничтожную мазню. И чем больше они хотят твоей милости, тем громче хвалят мои шедевры. Удовольствие по самые гланды, скажу я тебе. По самые гланды и удовольствие? Они настолько тебя хвалят? Хвалят меня по самые гланды. Ха-ха, прикинь. Ну и все. А, сходить на кладбище для... А, ну вот, сюжетный квест, кстати, недалеко. О, блядь, это там, где как раз и были эти ебаные растения. Черт бы их подрал. Давай, поехали. Пора немножко по сюжету, наверное, пройтись. Коли уж он рядом. Тем более там всего-то надо с вампиром встретиться. Там вроде... Да, я вообще... Что в этой, блядь, дел с Ишки с... С Геодатой? Вот, блядь, беда прям. Смотрите, ну, платва, блядь, застревает на ровном месте. Геральт, блядь, с каждой третьей ступеньки норовит ебнуться, блядь. Теперь помедленнее. Кладбище Мир Ла-Шез. Где там этот Ла-Шез? Чего? Доминика Гансеровский. Любила таблички, это ее и погубило. Что, и на башку табличка упала? Ригес! Они же днем... Зараза, закрыто. Но местом-то я не ошибся, это точно здесь. Они же днем спят. Здесь должен быть другой выход. Да, вон, блядь, в пещере, наверное. И когда Ригес тебе там стрелку забивал, он не хотел сказать, как к нему попасть? А вон и бабка кладбищенская, смотрите. Жопа чья-то. Хорошая статуя. Как Венера безрукая, только это баба, у которой вообще ничего лишнего нет. Хе-хе-хе. Шутник. Опа-некей, здравствуйте, блядь. Я к Ригесу, я к Ригесу, блядь. Кто ты, что ты? Да я рад, блядь. Что ты? Воу-воу-воу. Апа-пау-пау, я понял, что надо. Так, щас-щас-щас, эликсиры. И слышу, Иволги плачут. Блядь, не то. Где Иволга? Да, блядь, передоска нахер, отлично вообще. Как снять-то это все говно? Ой, блядь. Сдохну я сейчас, походу. Мне нужен мед, как-то он там назывался, что ли. Который снимает, блядь, все это говно. Ну, блядь. Нахуй вертили, конечно. В этой игре, вот этого, блядь, всех этих ликсиров. Теперь, блядь, ровешься в них и ищешь. Чего ж тебе, блядь, из этого списка надо? Как-то, блядь, комбинация так, не комбинация так. Кто это будет пить? Все, окончилось. А где же от передозировки-то? А, во. Давай, до свидания. Не то. А вот это говно. А, я с вами сегодня мощно так вот не надо, нахуй. Говно, говно, давай. У меня передозировка ядами, смотрите, а меня, меня это только лечит. Ну, не очень интересно с ними драться, с этими убожествами. С гуманоидами. С гуманоидами. Надо их сжечь к сучьей матери. К сучьей матери, согласен. С гуманоидами как-то поинтереснее по-моему драться. А, чем их сжигать-то, игни? Как не взрываются? Сука, наплодились. Ой, блядь, вообще классно. Какого хера? И так снидируюсь аккуратнее, чем, блядь, с боссом из Дарк Соус каким-то. Охуенно. Да, бля. В легких доспехах это вам не в медведе, блядь, неубиваемом ходить, как терминатор. Тут еще надо похитрожопить как следует. Так, нихера не видно, да? Ну, тут да, темнота, так темнота. Перчатки. Да в жопу. За синие много денег не выручишь, нахер они нужны. Блядь, а этот вампир не мог сам поубивать этих тараканов? Или ему нравится, что они рядом с ним? Ну, хотя к нему никто не залезет тогда, если там такое говно на входе, блядь, собаку бы завел. Встречаюсь с вампиром на кладбище. Что может быть банальней? Так сразу ничего в голову и не приходит. Дверь мог бы оставить открытой. Я слишком ценю свое уединение. Так что я бы очень не хотел, чтобы сюда пробрались непрошенные гости. Давай, Дракула, блядь, недоделанный. Я знал, что ты справишься. А-а-а. Чё, жопу мне, блядь, не порвали, чтобы ты знал просто. Я рассчитываю, что ты мне поможешь. Сделаю все, что в моих силах. Но дело не в том, что ты должен, а в том, что Дэтлов хочет. И если он не захочет, ты его не найдешь. Что закрывает любую дискуссию. Но должен же быть какой-то способ. Вампира не обнаружить чувствами. На нас не действует магия предсказаний. Даже самый точный мегаскоп ничего не даст. А вот это не поможет? Откуда она у тебя? Нашел у одной из жертв бестия в излучине леки. Труп был расчленен. Причем кистей оказалось три. Вот это с перстнем мне показалось лишней. Кроме того, я ее интересовалась Брукса. Геральт такой профессор, я ебал. Ну, фишка в кольце, короче, да? Не в руке. Это рука Дэтлафа, без сомнения. И она нам пригодится. Какой странный перстень. Не знаю, что это за металл. И эти украшения. Он родом из нашего дома. Того, где мы жили до сопряжения сфер. Подарил мне его мой старинный друг. Он был, можно сказать, гуманистом. Он считал, что мы, вампиры, здесь гости. И, будучи гостями, должны уважать хозяев. То есть вас, людей и старшие расы. Значит, не есть нас, не относиться к нам, как к скоту? Именно. Поэтому я, в свою очередь, подарил его Дэтлафу. В напоминании об этих идеях. Не про канала. Походу, он либо подарка не понял, либо не оценил. Что ты собираешься делать с этой рукой? Слышал о теории Ковенариуса. О сохранении памяти в тканях. Хм. Что-то припоминаю. Я читал об этом в Алхимии Аблиттера. В Каэр Морхе не был один экземпляр. Страшно истрепанный. Но, насколько я помню, Ковенариус так ничего и не доказал. Доказал. Только не успел опубликовать. Но мы с ним переписывались. Мы были друзьями. И я знаю, что он закончил исследование и провел первое испытание. Не стану углубляться в детали. Но, коротко говоря, по произвольному фрагменту тканей можно реконструировать то, что пережило все тело. Как это работает? Нужны какие-то устройства? Магия. Приготовить микстуру, которой Ковенариус дал выразительное название «Отзвук». Оно вводит в транс, приближенный к наркотическому. Ого, заторчим. ...связанное с сильными эмоциями, которые испытал хозяин тела. Образно говоря, тебе как бы приснятся обрывки чужой жизни. Значит, есть шанс, что мы увидим, что делал Детлов, прежде чем потерял руку. Разумеется. А еще я надеюсь, что, использовав «Отзвук», мы узнаем, где скрывается Детлов. Детлов так похоже на Дэдпул, по-моему. Дэд, дэд. А ты не можешь его просто вызвать, блядь, Аня. Ты не можешь задавать тупых вопросов? Ковенариус посвятил полжизни доказательству своей теории. Надо думать, приготовить «Отзвук» будет непросто. Верно. Кроме тканей Детлов и необходим сильный стимулятор зрительных центров. Яд, который сделает сознание восприимчивым к видению. Хм, есть пара подходящих ингредиентов. К сожалению, все довольно редкие. Можно взять железы Мамуна, но их ближе, чем в Изиме, не раздобудешь. Еще подойдет слюна Вихта Пятнистого, но они вымерли больше ста лет назад. Или глаза Кобальда. Но Кобальды разумные, я бы не хотел выкалывать им глаза. Ммм, поскольку времени на поиски у нас нет, предлагаю попросить о помощи. Он взял бутылку и пошел помощи просить. Интересно, у кого. Сейчас рукафаг покажет, нет? Жаль. Она все еще делает почесывающие движения. Наверное, перед тем, как ее отрубили, она как раз орешки Детлафа почесывала ногтями. Поскребовала, блин, от нее. Что, вампиры тут света не боятся, да? Спасибо, что хоть кожа у него бриллиантами не переливается. Этого бы я уже не вынес. Ну, сумерки, все такое. Что это было? Ворон. Они довольно часто встречаются на этой широте. Очень разумные птицы. Я попросил его поискать существ, которых ты перечислил. Вдруг кто-то из них найдется неподалеку. Держу пари, что стая воронов узнает об этом быстрее, чем один ведьмак. При всем уважении к твоим способностям, друг. И что, они прилетят, покаркают? Это тоже займет какое-то время. Так что, может, соблазнишься стаканчиком мандрагоры. Мандрагоры, блин. Не буду пить, лучше вздремну. Нет, Геральт, когда бухает, он прикольный. Ну, знаешь, я никогда не отказываюсь. К сожалению, это слабенькая настойка. Не самогон. И хорошо. Помнится, после твоего самогона люди такое говорили, что в жизни не сказали бы на трезвую голову. И о чем мне бы не хотел рассказывать Геральт из Ривии. Наверное, про их совместные скачки с Йеннифер на единорогах, блядь. Ты меня не понял, я не хочу говорить. Бля, он это и спросил. Это переводчик, видимо, не понял, что ему написали. У всех есть свои тайны. Согласен с тобой целиком и полностью. Я уверен, время от времени стоит делиться ими с кем-то, кому доверяешь. Столь утонченным образом ты спрашиваешь, доверяю ли я тебе. Я вообще люблю непрямые вопросы. Эдакие тесты на сообразительность. Один ты только что прошел. Давай сперва ты выдашь мне какую-нибудь свою тайну. Какой у тебя размер ноги, например? Очень интересные создания. Тебя интересует что-то конкретное? Что с тобой было? Как это не жить? Как ты справляешься с тягой крови? Как выглядит регенерация, блядь? Как она может выглядеть? Блядь, тупой вопрос, давай. Мне интересно, как проходит ваша регенерация. Отрастающая рука еще понятна. Но Дэтлов собрал тебя из мокрого места. Это уже задача посерьезней. Это сложный и кропотливый процесс. Но возможный. Чему я наилучший пример. И... Я слышал, что и с тобой что-то приключилось. Кажется, ты потерял память. На время. Мне помогла Трис. И мне очень повезло, что все закончилось только амнезией. Видишь? Вам людям в этом смысле гораздо хуже. Мне бы такая Трис чем-нибудь помогла. А помогать она умеет, походу. Убить вампира гораздо труднее. Если тебя уничтожит представитель другой расы, то с помощью другого высшего вампира ты можешь возродиться. Да, иди, Таблэйду расскажи, ёпта. Но если смерть причинит кто-то из нашего рода, то это уже навсегда. Черномазый вампир последнее, что ты увидишь. Поэтому беги. Мы давно поклялись не воевать друг с другом. Перейдем к сути дела. Что ты хочешь знать? Всего один вопрос такому невероятному человеку, как ты, Гера, это жестоко. Но я попробую. Что ты сделаешь с Детлафом? Если бы ты умер и регенерировал. А нет. В своей новой жизни ты тоже стал бы ведьмаком? Ну... Я хотел бы быть каким-то еще. Да, и кем бы ты был, блядь? Лодочником, что ли? Видишь ли, Регис? Кажется, я не умею быть никем другим. А ты пробовал? Не дашь мне, значит, отбрехаться. Угу. Понятно. Хочешь знать, нравится ли мне быть ведьмаком? Ну, это прикольно. Мне нравится быть на пути. Нравится брать первый след. Нравится напряжение перед боем. Ничто не дает такого адреналина, как сражение с чудовищами. Я привык даже к тому, что люди относятся ко мне, как к изгою. Да, а какие телки на меня нападают, ты бы охуел. Я не особенно об этом думаю, но... Западают, то есть. Мне нравится быть ведьмаком. А потом нападают. Спасибо, что был со мной искренним. Искренность черта отважных и привилегий немногих. Не видать твоего приятеля. Ты уверен, что он понял все правильно? Абсолютно. Подождем еще минуту. Наверняка он вот-вот вернется. Вон он каркает седни. А ты и чуткий даже во сне. Почти как вампир. Ты уверен, что во время испытания травами вам не пересаживают несколько наших генов? Какими травами? Ядами, может? Спасибо за комплимент. Есть какие-нибудь новости? Ты был прав. В окрестностях нет ни кобальдов, ни мамунов. Я говорил. Позволь мне закончить. Оказывается, есть один вихт пятнистый. Он живет в заброшенном имении в лесах Караберты. Будь этого не может. Ведьмаки перебили их всех до одного еще до моего рождения. Тогда советую припомнить все, что ты знаешь относительно вихтов пятнистых. Этот же как-то выжил, несмотря на все старания твоих собратьев по цеху. Блядь, опять последнее животное из вида убивать? Ёпта. С ним было связано какое-то предание. Местные считают, что он проклят. Может потому вихты выжили, его просто никто не беспокоит. Там это. Соседи не стали его тогда хам... Еще что-нибудь знаешь об этом проклятии? Да. Не припомню ничего особенного. И доски достали. Была какая-то история. Что-то вроде анекдота. Надо бы вспомнить этот твой анекдот. Вдруг там что-то важное. Решили за... Мне больно видеть... Кого-то за что-то наказали. Белый свет. Словом, обычное проклятие. Как по учебнику. Я очень мною. Я стараюсь не захламлять ум ненужными деталями неинтересно. Да, все понятно. Пойдем. Что такое? У нас есть представитель давно вымершего вида и некое проклятие. Это совпадение? Не думаю. Или есть связь? А, профессиональный интерес. Лично я ничего не имею против того, чтобы ты занялся этой загадкой, но прошу тебя... А что там за киндер-сундучок-то стоит? Нам просто нужна слюна Вихта. Блядь. Вихты редко живут в лесах. В брошенных людских жилищах и того реже. Скорее уж на пустырях или на старых кладбищах. К чему ты клонишь? Я вот думаю, может, ни хера это не Вихт, и твой помощник ошибся? Ни хера это не Вихт. Вороны исключительно умные создания. Ни хера это не Вихт. Они чрезвычайно наблюдательные. И что он там нанаблюдал? Вокруг и меня полно ложек. Чего? Ложек? Гнутых? Бля, это Симонов, либо... Не я там был. Может, все Вихты пятнистые от природы любят ложки. Или это как-то связано с проклятием. Да, там, бля, безумный ложечник поселился, наверное. Давай так. Начинай готовить микстуру, а я раздобуду слюну Вихта. Он использует ее в своих отварах. Надеюсь, он продаст тебе немного слюны. Он использует. В крайнем случае принесу тебе его слюнные железы. Они тоже подойдут. Я на минуту вообразил, как ты убеждаешь Вихта наплевать тебе в пузырек. Очень забавная картина. А я представил, как он свои отвары готовит и харкает, блядь, в котел. Хе-хе-хе. Ну, до встречи. До свидания. Я начну студировать книги. Книги? Я думал, ты займешься микстурой. Нам нужен еще один компонент. Но добыть его будет довольно хлопотно. Поэтому я надеюсь отыскать ему подходящую замену. Ясно. Удачи. Жаль, жаль, малафья ведьмаков не обладает целебным эффектом. А то бы за ней очередь стояла. Чтоб, так сказать, из горла. Хе-хе. Отхлебнуть. Панацеи. Так. Где там этот вихт, пихт, блядь, живет? О, недалеко, кстати. Как раз по дороге еще в болотах какая-то залупа. Ну, там, наверное, клад. А это что? Гнездо чудовищ. Ну, отлично. Блин, забыл совсем уже про интоксикацию. Смотрю, что-то жизнь не тает. Пришлось срочно впадать в медитацию на час. Какая-то прям новая проститутская услуга. Услуга какая-то медитация на час. Смотрите, и завуалированный. И вроде понятно, что еще на час может быть. Так, где там этот безумный ложечник? Так, в лесу опять, как обычно, стая. Стая хрен знает чего. Блядь, неужели вот кто-то играет так, что вот едет на лошади, да, куда-то через всю карту. Опа, стая в лесу, блядь, каждый там 50 метров. Все, слезаешь с лошади, идешь их там мудохать. Борода какая-то. Так, а это у нас что такое? Что там такое? Бинты, бинты. Пизды, пизды, тяни, дай. Засада, жопой жичую. Гастон какой-то. Что это такое? Кровища. Это он оттуда? Да какие бинты? Он помер уже, расслабь манжеты. Бинты, бинты, да где они? Ты же их не ищешь, ты просто смотришь. Бинты ему уже не помогут. Что? Но он, но он только что еще дышал. Уже нет. Он истек кровью. У него перерезана бедренная артерия. При такой ране, смерть, вопрос нескольких минут. Баги. Что тут произошло? Я, я проезжал мимо с товарами, услышал крики. Вдруг этот вот выбрался на дорогу и упал на землю без сознания. Я спрыгнул с повозки, чтобы ему помочь перебинтовать. И тут вы появились. А, так ты ему не друг. Ну забей тогда хуй, едь дальше. А, да, да. По-моему, добрый поступок, конечно, ценю, ценю, да. Мой знакомцу дело достойное. Если честно, я когда его увидел, испугался, что это засада. Чуть было плетью его не ударил. Ну как я мог бросить человека в беде? Нехорошо это. Неправильно. Геральт так, по-моему, как-то разбросил. Вытри как следует руки и сожги рубаху. Можно для верности еще и кожу тимьяном натереть. Запах крови может привлечь упырей. Кто? Кто вы такое? Могу я узнать? Ведьма. Ланселот. Нет, я думаю, он решил мудья к лету побрить и случайно порезался. Так бывает, я слышал. Что тут у нас? Нога сломана, но причиной смерти стала рана. Небольшая, но глубокая. Края гладкие. Воришки такие кольщие. Кольщие оружие или мощные когти. Может, виверны? Сложно сказать. Хм. Необычный нагрудник. Покрыт потиной и погнут. Похоже, древний. Я такими штуками занимаюсь. Знаю, что говорю. Только зачем он его надел? Сам он об этом вряд ли скажет. Осталось понять, откуда он тут взялся. Надо думать из того дома, но проверить не помешает. Там вон и ворота как будто тараном ударили. Бывай. Я такими штуками занимаюсь. Я перевожу бочки. Погодите, я пойду с вами. И нахуй ты мне сдался, родной? Ну ладно, пошли. Бывают ситуации, когда надо кого-то бросить, чтобы самому убежать. Реконструкторы. Вот тебе и сделал сюжетный квест. Ну пойдем посмотрим, откуда тут пятнышки. Что он стабильный на каждом шагу. Ну, артерия все-таки. Опа, стоять. Наверное, ноги он себе здесь сломал. Пытался перелезть через стену и упал. Похоже, он хотел отсюда сбежать, но не мог от противорота. Ну тут этаж-то, этаж, извини меня. Но он в броне, конечно, блин. Может, не надо было надевать? Это один из тех случаев, когда броня, наоборот, негативно влияет на выживаемость пациента. Блядь. Сгорел заживо. Температура была огромная. Слышь, еще раз меня толкнешь? Я тебе шляпу твою на жопу натяну. Твою-то мать. Яблочко. А, ты про стол. А здесь-то что творилось? Банкет? Похоже на то. Вы как думаете, живые-то есть? Блядь, а сам ты думаешь, посмотри на эту скотобойню. Служанка. Заколота. Больше дюжины ударов. Некоторые нанесены посмертно. Ну, я не вижу ни одного удара, но поверю. Все-таки игра, наверное, в 16+. Тело пробито очень мощным ударом. Сталь он прошел насквозь. Нагрудник такой же, как у человека с тракта. Вот и поиграли в ролевые. Зинаида переборщила, видимо. Вжалась в роль. Горло разодрано одним сильным ударом. Рядом щит. Старый и выщербленный. И церемониальный меч. Работа Айнсиде. Церемониальные чашки. Айнсиде эльфийское. Я помню. Нет, ёпта, ёжиков нахуй. Так, а тут у нас чего? О, доспех тусенского рыцаря, сапоги. Блин, говно, конечно, полное. Мне сгодится. А это что? Винишко попивали. Вино Эстест. Ильгарское, лимонное. Ну, я бы сейчас лимонный бахнул. Вот, базарю. Гражданская война в ту сенте. Да, в жопу. Что у них тут негры восстали, что? Это что за тёмное пятно? Кто-то обоссался перед смертью. Следы огня. Что-то здесь горело? Взорвалось? Какой крепкий запах. Это запашочек. Такая музыка ещё вот эта на губной гармушке сыгранная. Классно. Множество ран на теле. Раны колотые, но отчего непонятно. Это человек, но одежда эльфская. Вы уверены? Откуда он её взял? У нас в ту сенте нелюдей совсем мало. Нелюдей. Убегал, потом упал на землю, чтобы сбить огонь. Безуспешно. Да это уже раз свое неприятное чувак. Может кому-то удалось отсюда убежать. А, это он горел, что ли? Так, а дверки у нас, ну, естественно, закрыты. Слава богу. А то сейчас мода такая вот. О, а он, видимо, и виновник. Всея происшествия. Дай-ка я сохранюсь на всякий случай. То мало ли тут опять морально-этический выбор. Куртка горела. Он собрал её, себя бросил и помчался дальше. Кто он-то? Вот он. Я что-то слышу дыхание. Да, кто-то дышит. Ну, давай. Мужик, дубину гад... Мужик, мужик! Мужик, не притворяйся, что мы незнакомы. Сучья сцикло. Блядь. Мудак. Тук-тук, откройте, пожалуйста. Послушайте, может, там нет никого? А может, ты уже убежишь? Я вон я тут внутри, слышу дыхание. Открывай. Мы тебе ничего не сделаем. Косяк поцарапанный. Они, они всё ещё там? Я продолжаю слышать дыхание, как будто он за дверью. Послушай, я ведьмак и хочу тебе помочь. Но для этого мне нужно, чтобы ты ответил на несколько вопросов. А кто ты, собственно, такой? Дюран Фошер Пламандон де Саварин. Правитель этих земель. И председатель исторического общества Тусента. Дальше можешь не продолжать Пламандон. Я пошёл отсюда. Каждый год мы отмечаем здесь годовщину эльфского приношения. Но такое у нас впервые. Тут недавно ваших в Америке постреляли в клубе 50 человек. Пламандон, ты в курсе? Кто такие они? О которых ты говорил. Это... Я не знаю, кто это были. Духи. Всё случилось так внезапно. Мы готовили сценку. Девятав приносит жертвы. Вспыхнул яркий свет и ослепил меня. Я слышал крики, но ничего не видел. И тут моя одежда вспыхнула. Я начал бежать, сорвал куртку, забрался сюда и запер за собой дверь. Ну так вот, все твои друзья умерли. Я слышал, как они ломятся в дверь. Решил уже, что вышибут и мне конец. А что, духи через дверь не ходят? Затихла. То есть, реконструируя сцену из прошлого, ты нечаянно призвал духа. Наверное, каргадуха или стуба. Каргадуха? Это было великое событие. Капитуляция последнего эльфского короля Тусэнта. Понадобится хотя бы три человека. О! Как удачно, что я его с собой взял. Бля, как удачно. Вы знаете, о чем я хотел. Кстати, о чем я сейчас подумал. Вот о том, что у меня мечи-то, блядь, змеиные. А броня на мне кошачья. О каком комплекте идет речь? Ночью. Да у них и днем, походу, неплохо вышло. Я бесплатно не работаю. Понятное дело. Но ежели захочешь безопасности, так за ценой не постоишь. Одна на всех, ты за ценой не постоишь. Ну дайте же, блядь, в инвентарь-то залезть. Пока я не забыл сменить этот позор. Несколько часов спустя. Я буду к королем Людовиком на эльфском троне. А вы, ведьмак, сыграйте эльфского правителя. Нужно переодеться. Все должно быть как надо. Ах, заебись. Ну, во что там были эльфы одеты? Девятав, король эльфов, принял Людовика в своем дворце на своем троне. В ослепительном блеске множества факелов. Че, факелы надо зажечь? Вы, блядь, прикалываетесь, что ли? Эх, так, подождите. Вот, смотрите, блядь. Вот, если я одену свой Школы Кота, я с этого че получу? Предмет из комплекта Кота ноль. Как ноль-то, блядь, если вот они? Ну, это баги, блядь, походу, я хуй знаю. Ну, и пошел туда нахуй. И так. Где мой меч Монтикора? Может, на нас кто-нибудь в броне нападет. Хорошо, что мне спички не нужны. Прикиньте, если бы в пятом элементе ведьмак был с Корбином Далласом. Корбин, Корбин, у меня одна спичка. Корбин, нихуя. Что-то типа этого. Древний эльфский щит. Заебись, берем. Наверное, я ему в дар должен принести. А, еще факела. Что вы их не могли закопать-то? Они что-то, ну, скоро пахнут, наверное, что-то сложили, блядь. О, хавчик, ничего себе. Девитав положил у ног Людовика Биннен. Подождет. Эльфский хлеб. Передав людям владычество над плодородными землями. И что? Алло. Эльфский хлеб. Эльфское вино. Мешайте церемонии. Ты еблан? Потом Девитав наполнил церемониальные чаши эльфским вином Гвинет. Как я могу ей мешать, если я в ней участвую? Сладкой кроме земли, которой он лишился. Наконец, эльфский король достал свои щиты меч, тем самым символически передавая людям свои войска. Этот в роль вжился, смотрите, сидит уже. Like a boss. Меч. Достать эльфский щит и меч? И что, их одеть надо? Нет. А что мне с ними делать? Не мешайте церемонии. Достать эльфский щит и меч. А, а щит где, блядь? Возьму. Вот дерьмо. И чё? Не сгибая спины, эльфский король обнажил клинок и упал на колени. Я принимаю твою власть и вернусь через год. Ни хера себе. Смотрите! На статуи посмотрите! А в прошлый раз так же было? Он такого не может, мамочка! Мамочка тебе не поможет? Блядь! Ух ты, сука! Чё происходит? Ёбка твою мамку делал. Блядь! Блядь! Потому что в инвентаре стояла ёбаная жрачка нахуй. А на геймпаде её хуй переключишь, блядь! Всё, заебись. Как обычно. Меч-то хоть можно нормальный выхватить, чтобы им пиздюлей навешать? Сука, гандоном этим ушастым. Чё он не предупредил, что это, блядь, ски? А статуи оживают, гандон с саной. Духи, духи, блядь, пришли. Вот мудак. Так, а тут сохранение-то прям вообще вот оно. Блядь! Ты, смотри, просто вообще, просто сносят. Так, во-первых. Остальным оружием их бью или чем? Не знаю, чем я их бью, блядь. Но сейчас они, суки, пожалеют, твари. Обусыные. Масса проклятых, огров, реликтов, драконев, призраков. Они призраки или что? Или духи, блядь? Или люди? Ну, давайте будем считать, что они проклятые. А яд повешенного можно на стальной меч нанести. Так, двойной ван-дам. Теперь у нас что? Вот это хорошая штука. О, нет, говно. 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 Нормально. И что еще? Блядь, шаболда. Да что он делает, блядь? Куда он прыгает-то? Это пиздец какой-то полный, блядь. Этот захват цели, это ебануться можно. Какое дерьмо, блядь. Вообще, по-моему, блядь. Сет кота тупое говно, нахуй полное. Так, надо выключить пизду захват цели. Я не понимаю, откуда магия-то, блядь, в спину летит. Нехорошо. Оглушают, блядь, чем-то еще. Что-то я, блядь, давненько не видел, чтобы мы с магичками дрались. Бьешь магичку, а дохнет какой-то хуй вообще со стороны. Блядь, 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 блядь. В прошлом стояли во дворце некого Девитафа. Я их месяц назад купил, чтобы... А может, не лучше начать сначала? Жители рассказывать. Кретин. Этот Девитаф должен был этими статуями ежегодно платить людям дань. Однако, он успел сделать это лишь один раз. Его убили при погроме нелюдей под Гаргоной в 782. И хорошо, что так. Ведь Девитаф собирался устроить покушение на Людовика. Под видом статуй он хотел отправить людям големов, которые активировались благодарственными речами. Эти големы разорвали бы нашего короля и его стражу в клочья. Как всегда, эльфы воплощение коварства. На, пидоры ушастые. Люди не лучше, блядь. Вы ничем не лучше. Эльфы просто защищали свою землю. А людям мало было ее забрать. Нужно было вырезать эльфов до последнего. Вы? Вы же тоже человек. Да. В каком-то смысле. Но иногда мне стыдно это признавать. Не могу согласиться с вами, ведьмак. Но с пустыми руками не отпущу. Вот, возьмите, это ваша награда. Прощайте. Сколько он там отмаслал? Триста! Блядь. Ты знаешь. Найди где-нибудь тракториста, блядь. И сделай рифму, кретин. Блядь, триста денег. Вы прикиньте, это я за триста монет от сюжетки отвлекся. Еще меня и выперли, пока я медитировал. Ну и пидорас, господи, нассать тебя, что ли, под дверь. Ах, люди, блядь, такие. Сука. Как сказал мой один знакомый, люди хуи на блюде. Не знаю, к чему это было, но ржачно. Так. Где там этот ложечник? Я убью тебя, ложечник. Что опять-то там? Туманник. Не нахер, убить. Надо вообще найти где-нибудь зелье обнуления перков. В аргисте. Всегда дурной знак. Да. Зелье обнуления перков и переодеться в медведя. Потому что вот эта мельница, которая финальный пирк школы кота. Ёб твою мать. Она не дамажит как бы, но ее блокируют просто вообще люто. То есть ты начинаешь мельницу делать, они ставят блок и просто все твои удары по блоку. Это говно полное. А вот этот удар, у которого шанса летального исхода, я вообще поставил. Поставил, блядь. Вот он. Смертельная точность. 2% шанса убить противника на месте. Я вообще перестал замечать, чтобы это срабатывало. Вот в конце предыдущего DLC и сюжетки в конце. Не, в DLC не помню. В конце сюжетки это срабатывало отлично. То есть время от времени я просто убивал противника. Блядь. Сейчас я вообще этого не вижу. Чтобы это хотя бы изредка происходило. Хоть раз бы, чтобы хотя бы. Черпаки, ложки. Ну да, все. Мы на месте. Не сядет никто с тобой за стол. Нет ложки, которая тебя накормит. Никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. А, его прокляли. Понятно. Проклятия, судя по всему. Ой, не из первой ли это книжки? Не мужик ли сейчас с головой медведя выбежит? А к ложке-то зачем? Уже тот-то на этом помешался. Редис упоминал, что здесь может быть какое-то проклятие. Надо бы осмотреться. Нахер ты вслух размышляешь? Тоже нехороший знак. Мне кажется, ты поехавший. Вот так хлев. Придется все тут перетрясти и набрать хоть немного слюны Вихта. Какую ложку он слюнявил, эту? Вихт просто помешался на ложках. Настоящий коллекционер. Ой, у меня еще и щит забрали. Пробитие доспеха. Ну, в Тусэнте рыцари повсюду. Поэтому, наверное, все вещи тут с пробитием брони. Другого объяснения. Эй. Самое-то важное, что всех бесит, он не доставляет. Обычная ложка старая. Ну, так может, она в слюнях засохших размочь. Испачканный дневник. Уже несколько дней я чувствую странное головокружение. Никогда раньше не испытал ничего подобного. Если так дальше пойдет, то, хотя я не переношу ворожбы и ворожеев, придется идти к какой-нибудь знахарке. Головокружение не отступает. Хуже всего, что к нему добавилась боль. Иногда настолько сильная, что я едва вижу. Я была у травницы, а это телка, блядь. О, боже. Старая отвратная баба пригляделась ко мне и будто не знаю, кого увидела, по крайней мере, какое-то пугало. Дала мне смесь какой-то гадости, которую надо пить два раза в день, пока что не помогает. Сегодня, как всегда, я посмотрела в зеркало и онемела. Обычно я проверяю, не появилось ли морщинок, нет ли теней под глазами, а сегодня морщины и правда не заметила. Но уже лучше бы морщины. На груди у меня выросли волосы. Ээээ, вот это самая, блядь, жесть. Они отвратительные, наверняка это из-за тех проклятых трав. Я была у травницы, чтобы ее поколотить, но нашла только пустую хату. Она, должно быть, наперед знала, что со мной встанет и бежала отсюда со всех ног. Моя семья начинает что-то подозревать, хотя я старательно выстригаю волосы, которые у меня растут все быстрее. Я долго гнала от себя эту мысль, но больше не могу. Быть может, это не травы довели меня до такого состояния, а проклятие попрошайки, которого я некогда прогнала. Я должна это выяснить. Хочу нанять человека, который найдет травницу. Не могу думать, трудно писать. Одна, семьи нет. Есть, хочу есть. Плохая ложка, пустые ложки. Никого. Есть, больно. Зеркало, ложь, нет. А, 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 а. Ну, так бы читала донатилка. А, нет, она бы а-а-а-а-а. Что-нибудь такое выдала. Да, бедная девушка, она описала, как медленно превращается в чудовище. Впечатляет. Эта ложечка сделана с удивительным мастерством. Должно быть, ее стащили с богатого стола. Да, бедная девушка, она описала. Реально, жаль, очень жаль, трогательная история, чем мне мнещь намазать. Ай, блядь. Где тут против проклятых? Да камон, ну что за говно. Срочно. Блядь, самое последнее оказалось. Сука, так и знал, он был сразу на дно пятерню запускать. Так, если чего тут у меня. Урон нанесенный врагом восстанавливает здоровье. Блядь, оно так мало восстанавливает. Комбинация так. Каждую битву в роте нет. Говно. 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 Мне надо красные смотреть, я так понимаю. Дрены вырабатывается. Говно. Лошади. Говно. Говно. Каждый на всю норовичную силу. Говно. А если что? Если у вас есть энергия, мощная атака произведена. Говно. Используется знаков в боевую силу. Говно. О-о-о. Сила против призраков, рубящим. Вау. Давай-ка вот это бахнем. Урон нанесенный врагом. Блядь. Где-то есть... А, вот здесь у меня терять 30 здоровья. Вот это хорошая тема. Я думаю, сейчас меня будут пиздить. Причем ногами. Злая баба. Страшная. Не ебали уже лет 50. Блядь. Это бомба тут замедленного действия. Звуков я вроде не слышу. Может, она уже от старости померла. Слюней-то хоть оставила мне где-нибудь на подушке. Зеркало разбило. К несчастью. Зря. Разбитое зеркало. Вот это кто-то не смог вынести собственного отражения. Блядь. Чудовище и есть автор этого дневника. Да как ты догадался? Нихуя-то, капитан, очевидность. Такой мощный вывод. Сука, умеют поляки жути нагнать? Вот мне реально идти сюда не хочется уже. Где тут сохранение в пизду? Это лейер софир какой-то начинается. Еще и сквозняки по всему дому. Нет ложки, которая тебя накормит. Тот, кто здесь живет, понял это дословно и, кажется, ищет подходящую ложку. Она сейчас, наверное, сидит где-нибудь на потолке уже. О, блядь. Ложка как ложка, ничего необычного. Да-да, ложка как ложка. Не сядет никто с тобой за стол. Нет ложки, которая тебя накормит. И когда больше не захочешь, ты взглянуть на себя в землю. Она свою семью убила, что ли? Скелеты. Люди вряд ли пришли сюда по собственной воле. Она их притащила сюда и заставила сесть за стол, вернее. Изгнившее письмо. Дорогой господин Левосье, я знаю, что много лет вы промышляете в выслеживании людей, приступивших к закону. У меня для вас несколько нетипичный заказ. Наверняка вы задумываете, зачем же я привлекал вас сюда и почему вы не можем встретиться лично. Так вот, в моей нынешней ситуации любая встреча весьма рискованна. И не для меня, а скорее для того, кто со мной встречается. Впрочем, не важно. Дело в том, что в моем теперечном состоянии виновна проклятие. Или же, на что я надеюсь и поэтому к вам обращаюсь, некая травница, которая какое-то время назад давала мне лекарства. Проблема в том, что вскоре после моего к ней визита она пропала бесследно. Я бы очень хотел выяснить причину моего недуга. И поэтому нанимаю вас и прошу, чтобы вы нашли женщину, которая еще недавно промышляла сбором трав в этих местах. Когда вы ее встретите, прошу вас вытянуть из нее все возможные сведения относительно лекарств, которые она мне дала. Если мои страдания, результат ее низости, получите у нее противоядие. Вы не пожалеете, поскольку я состоятельная особа и не буду скупан на награду. Если все же окажется, что бесты мои не связаны с травницей, прошу тогда ее отпустить. Ибо это означает, что я во власти страшного проклятия, от которого разве что какие-нибудь божества могли бы меня освободить. И который наложил на меня один нищий, пришедший однажды вечером. Это был пророк лебеда, ебта. Когда я устраивал прием для друзей. Если бы вам в свою очередь удалось найти этого паршивца, я заплатил бы вам двойную цену. Вам не кажется, что это красавица и чудовище? Только здесь это, наверное, красавчик и чудовище. Нищеброд и чудовище. Польская версия. Нищеброд и чудовище. Блядь, звучит так звучит. Удалось найти этого паршивца, заплатил бы вам двойную цену. К сожалению, из особых примет, которые могли бы вас на него навести, я помню лишь то, что он утверждал, будто продает зеркала. Блядь, это Гюнтер Одим, сука. Понимаю, что это немного, но все-таки лучше, чем ничего. Верю в ваши необучающие способности и желаю вам успеха. Марлена де Трастамара. Да, у Гюнтера, блядь, свое чувство юмора. А нахуй он к ней просился. Правая рука отгрызена, выбиты все зубы. Перед смертью его пытались кормить насильно. Господи. Мне кажется, ее уже не расколдовать, она ебнутая. Ведьмак, давай бежать отсюда, нахуй. Слевых зубов или когтей нет. Похоже, удушен. Ну, этому повезло больше. Хотя, как посмотреть. Вот вы бы что выбрали. Не сядет никто с тобой за... Да, 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 одно и то же тут написано, я понял. Как изобретательно. Вот, чтобы матюками написали что-нибудь, типа... Свернута шея, голова проломлена сбоку. Говорит, смертью его ударили по голове чем-то тяжелым. И что? Мы продолжаем идти? Ну, ведьмаки-то бесстрашные, хули. Хотя у Геральта, наверное, уже санинка в ботинках-то хлюпает. Загасить? Нет, ни за что. Давай лучше сохранимся еще разок. Сохранение, мать учения. Так, можно мне вот это? Я, типа, хоррор отыгрываю, пацаны. Все для вас. Выглядит и правда, как логово Викта. Довольно странное, но все-таки. Где-то здесь должен быть его котел. Викт просто помешался на ложках. Что такое Викт? Стоящий коллекционер. О, золотая ложка, серебряная ложка. Джойстик так трясется что-то. А вот и котел, который мне так нужен. Викт не слишком чистоплотен. А это что? Вау. В баночке мудаген зеленый большой. Обычная ложка. Старая. Понятно. Стол накрыт. Викт, который тут живет, кажется, готовит пир. Похоже, над здешним Виктом действительно висит проклятие. И он пытается его снять. Пожрать он пытается. Ложка как ложка, ничего необычного. Вау. Доспехи офицера. Как думаете, они сколько стоят? Плевать. Вес позволяет, надо брать. К сожалению, котел пусто. Регису нужен отвар. Черт, дрянь. Значит, не будет ему отвара. Остается только затаиться и подождать сленых желез. И их хозяина. Нужно найти место, откуда будет видно котел. Из-под стола, чувак. А, значит, нам Викта покажут заставочкой. Давайте дальше пройдем, пока ее дома нет. Она дома. Она храпит там лежит. Не, я не хочу ее разбудить. Дело в том, что, ну, спрятаться в шкафу, это действовать по сценарию. А если к ней так пойти, я думаю, то будет просто драка, и она получит пизды и сдохнет. Или я получу пизды и сдохну. Что еще хуже, блядь? Надеюсь, в шкаф она не полезет. Она в фартуке не хранит. Ты проверил? Прикинь, так в шкаф залезаешь, а она здесь уже за тобой палит. И сейчас скример такой резко, дверь открывается, а там этот Глузкин. Ну, это как обычная бабка с болот. Интересно, она хоть в адеквате или уже все? Не, она поехавшая, походу. Ее уже не расколдовать, наверное, с ней биться придется. Сейчас насморкает в котел на вафли, тогда Гераль потом это пить будет. Ну, пошла пизда, ебаня. Ну, давай попробуем снять, блядское проклятие, чего уж-то. Вдруг она в красно-девицу обернется, да, опять сиськи с жопой покажет. Поляки любят это дело. Сука, вот, чуваки, прикиньте, если она даже сейчас в красавицу превратится, вы бы ее после этого отодрали? Хочу помочь. Я видел слова проклятия на стене. Я мог бы его снять. Че, она табуреткой будет драться, что ли? А, надо с ней сесть за стол и пожрать? И все? Чувак, это ж, блядь, сопли какие-то, нахуй. Это она. Телка. Хотя вот я смотрю в дырку на ее одежде, и непонятно, что это. Акт милосердия, Мойден Польша, садись. От Варвихта. Теперь займемся тобой. Поменяемся ложками, будем есть ложками, будем есть без ложек. Ты годами ищешь нужную ложку, да? Но проклятие коварное. Может, дело в том, что ты не можешь есть свои ложки? А чужой можешь? Корона из ложек у нее знатная. А, блядь. Как-то жрать захотелось. Что-то не то. Что я упустил. Так, я сейчас встану из-за стола. Еще раз обыщу дом. Сиди, сейчас вернусь. Блядь. Тихо, тихо. Может, надо что-то показать хочет? Сразу. Не подей ствола. Нажрался говна за даром. Тварь для Региса достал. Говна за даром. Не нужно только зарубить. Похоже, придется зарубить Вифта на горе его собственного старея. Да ладно. Не может быть такого. Вот, по-другому заговорил. Сейчас я вкачу пиздюлей. Если не прокатит, я загружусь и попробую еще проклятие поснимать. Я такой, я хочу телочкам помогать. Нахуй их убивать-то. А, блядь, чертова ты, мразь. Да нет, Вихрь нихуево валивает. Так-то, если посмотреть. Опять схватила. Да что в тебя, блядь. Я буду жрать лук и дышать на тебя. Кто хотел боссов? Я хотел боссов. Вот, пожалуйста, смотрите. Вполне себе интересный босс в славянском стиле. Ложечки вся хуйня. Харкается. Дрянь вонючая. Может, надо есть без ложек натуре? Да пошла в жопу, тварь. Я-то еще один разок химнусь адреналином, а вот потом я же сдохну от передозировки ядом. Ну, пиздюлял. Грамотно вообще. Блядь. Так, цель-то как дерьмово захватывается, боже ты мой. А, ее в цель не захватить вообще. Вот так вот. Как хочешь, так и делись, блядь. Ну, пожалуйста, Руна, ты можешь восстановиться? Блядь, ложкой надо следить за ложками. Черт. Давай, блядь, ее еще не видно. Ухо, слюная железа, трофей, отвратительный ключ вихта. Давайте посмотрим, может... Может, когда я ключ возьму, я пойму, что я сделал не так? Ну, все средства хороши. Представим, что ведьмак может, ну, время назад перематывать. Ну, ее бы насрал. Блядь, это было логично ложками поменяться. И то, что он сказал, Гераль, что, ну, чужой ложкой жрать, тоже логично. Всяко логичнее, чем хуярить жрачку без ложки вообще. Я вот без ложки жрать не собираюсь. Только если палочками... Палочки, блядь, может, вихту надо было выстрогать две палочки? А че она боялась, что я увижу? Бутылочные пробки. Это ли не отсылка к Фоллаута? О, блядь. Вот о чем я говорил. Ебаный яд! Сука! Хорошо, что после битвы с боссом есть автосохранение. Ну, поймите правильно, 27-дюймовый монитор. Тут где-то вверху эта полоска жизни. Ее просто... Она в глаза вообще не бросается. Тем более тут темнота. И ты идешь такой весь наблюдательный. По сторонам зыркаешь, а на жизни ты как раз и не смотришь. К тому же... Он так забавно подпрыгнул, когда сдох от яда. Прямо как будто ему подсральника дали. Блядь, это просто выход. Тут нихера нет. Не согласен я. Я хочу, блядь, понять, че... Как ее... Контрольная точка. Автосохранение, ручное сохранение. Ручное сохранение так, блядь, с автосохранением совпало. Прям, блядь, пару секунд между ними. Разработчик тоже как бы понял, что... Возможно, люди захотят все-таки как-то раскладывать эту овцу. Мне вот интересно, а где она столько ложек набрала? Тут надо было просто десятилетиями придорожные забегаловки грабить, чтобы столько было. Итак, программа СМАК снова с вами. Будем есть без ложек. Так, а если он повторит? Только бы ничего не перепутать. А, не сядет никто с тобой за стол, нет ложки, которая тебя накормит. Никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Да, блядь, Немезис. Хочешь, я тебя с Немезисом познакомлю? Ха, из вас парочка получится, что надо. Давай без ложек жрать. Давай-ка без ложек. Нет, так не пойдет. Ты искал ложку, которую тебя накормят. Но у нас ее нет. Значит, придется есть без ложек. А он так хлебать не пробовал, что ли? Это первое, что я бы попробовал. Но я-то не тупой. А он? Ха, ложечка моя прелесть. Давай, Геральт, залпом. Ух, сопельки, блядь, потекли. Геральта торкнула. А она что, не ест? Глаза, взгляни на свое отражение. А, сработала херовина. Вот как это делается. А у Геральта, блядь, интоксикация поперла. Че ж там, блядь, было? И че с ней? Кажется, подействовало. Но не так, как я ожидал. Посмотрим, что там с Вихтом. Смерделан так, что найти его будет нетрудно. Что там с Вихтом? Наверное, уже тетенька. В самом соку. Без морщинок. Как она и любила. Хотя лет прошло уже столько, что, наверное, там бабка старая. Ну, ладно. Куда он умчался-то? Собаку распугивать. Блядь. Чёртово отродье. Так, а я могу выпить эту херовину? А то я сейчас помру. Не знаю, как у меня так получается, но я всё время... Да, отличная елга. Теперь эта сучка меня полечит. Или нет? Там твари, блядь, ебаные. Мочи их, геральт, блядь. Ты нахуй иди. Блядь. Всё, сейбл надо делать. Долбаные передозировки. Как они заебали мёртвого уже, а? Ай, что там снимает-то их, блядь? Какая-то из этих банок? Ура. Херобура, блядь. Ну иди сюда, псина сраная, блядь. Сука, где запах вихта-то, блядь? Пока с ними дрался. Надо было их ещё, когда сюда ехал, замочить. Как жопой чувствовал. Что-то джойстик вибрирует опять. А что это он тут ранен? А, этот, которого я не добил. Видишь, как мир тесен, псина? Так, где моя красавица-то? А вон она сияет. Сохранимся-ка мы на всякий случай. Марлена. Всё нормально. Или нет? Не, она карга старая. Пошляйте. Тихо-тихо, спокойно. Я не причиню тебе вреда. О, бадный в рот. Еды. Дай мне еды. Сорян, пацаны. Сисек, походу, не будет. Вернёмся к плану А. С заебением её там на горе ложек. На горе. Я заберу тебя в безопасное место. Это, блядь, в какое нахуй? В дом престарелых? Может, сразу ей ямку выкопаем здесь, да присыпем её сырой земелюшкой. Что это там за безопасное место, ты мне расскажи хоть. К этому, к вампиру? Он тоже не молодой. А может, мы из неё вампиршу сейчас сделаем? Помолодеет, может, нет? Да камон, загрузка, давай. Я уже волнуюсь, блядь, за этот сюжет. Больше, чем за свою жизнь. Переживаю. Крутись ты. Корва Бьянка. Ты нахуй, она тебе нужна. Так, и ничего не построено. Дворецкий. Я взял её на руки и принёс сюда. Дворецкий. Единственное подходящее место. И правильно сделали. Здесь она быстро придёт в себя. Ты куда мои деньги въебал, скотина? Не извините, беспокоиться. Я обо всём позабочусь. Здесь она в безопасности и скоро встанет на ноги. Ухаживать за ней будет непросто. Когда я её нашёл, она ничего не ела уже лет сто. Ужасно. Что же с ней произошло? По пути она рассказала мне свою историю. Её зовут Марлена. Некогда она была красавицей и гордой наследницей поместья Трастамара. Однажды вечером она устроила приём для друзей, а какой-то попрошайка пришёл к воротам с миской и ложкой. Уселся у забора и стал ждать. Я слышал об этой традиции. Древний закон гостеприимства велит накормить и напоить такого гостя, чтобы он не ушёл голодным. Нарушение оного обычая могло повлечь несчастье. Марлена в грош не ставила старые обычаи. Она в том, что она сказала, что скорее бросит объедки со стола собакам, чем отдаст ему. Нищий сломал ложку и произнёс проклятие. Потом он сказал, что ты, красавица, больше никогда не захочешь взглянуть на себя в зеркало. Она обожала пиры. Он пообещал, что больше никто не сядет с ней за один стол. А за то, что она отказала ему даже в объедках, он предрёг, что во всём мире она не сможет найти такой ложки, которая утолит её голод. Суровая кара. Как я понимаю, снять такое проклятие было непросто. Да, пришлось хлебнуть говна, ёпта. Проклятия очень коварные, порой парадоксальные. Главное понять, в чём хитрость. Марлена многие годы искала способ снять проклятие. Обратившись в Вихте, она стала воровать ложки, заманивать людей в дом, чтобы они сели с ней за один стол. Но всё бестолку. А что сработало? Надо было по собственной воле сесть с ней за стол, принять пищу, не пользуясь ложкой, и сделать так, чтобы она захотела взглянуть на своё отражение. Как? Только и всего? А ты иди попробуй. До самых простых решений порой труднее всего додуматься. Если ты Вихт, тебе безумно трудно найти человека, который согласится сесть с тобой за один стол. Да. Это верно. Но главное, что всё уже позади. Прошу вас не беспокоиться. Здесь о ней хорошо позаботиться. Сколько ей жить осталось, интересно? Да пошёл ты нахуй своим ремонтом. Спасибо. Кровопийца, бля. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи. Я дал тебе денег на ремонт, а такое чувство, что в МММ вложился, блядь. Не денег, не ремонт. А, пёздал. Да, и сделай так, чтобы... Запирай её на ночь, держи её подальше от моей кровати. Ну и от своей тоже. И я говорю, что в последний раз она член видела тоже лет сто назад. Как раз когда и ела. Прикол. Да. Никаких вам красавиц, блядь. Ну и херня, блядь. Я что-то не помню сказки, блядь. Старые деды, красавицы. Говно какое-то. Но, всё-таки, копипиздинг, скажем так, вышел неполный, слава богу. То есть, интрига была. Финал тоже не оказался не такой предсказуемый, как ожидалось. И это круто, это здорово. А за это я и люблю Ведьмака, сука. Я люблю его. Я люблю этого нигера. Это круто. Нет, серьёзно, это одна из лучших игр последнего столетия. Ну, после того, как изобрели кёрлинг, разумеется. Куда я пошёл? Я же здесь живу. Ночь на дворе. Манал я. Всё, пишите, жмите. Пойду Марлене кину ведьмачью палку. Может, остатки проклятья сниму.